Мишустин избавляется от блатных. Чиновники уперлись. Статья в Царьграде за 28 декабря 2020 года. Александр Чаусов. Следующий 2021 год в России ознаменуется сокращением госаппарата. Реформа коснется 45 министерств и ведомств, которые курируют за правительством Российской Федерации. Анонсированная премьером Михаилом Мишустиным реформа дошла до стадии конкретных решений и стартует 1 января. Завершится процесс оптимизации должен 1 апреля следующего года. В ноябре 2020 года Михаил Мишустин, анонсируя клятую оптимизацию, заявил, откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Меньше начальников, меньше вакансий. В планах сократить 74 структурных подразделения, выполняющих на сегодняшний день обеспечивающие функции. Одновременно с этим сократят 37 замов руководителей федеральных органов власти. Однако деньги, которые освободятся после всех этих сокращений, останутся в фондах оплаты труда. В реальных цифрах речь идет о сокращении 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысяч в территориальных отделах. Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Гончаренко, говоря о реформе, отметил, система государственного управления должна стать современной и более функциональной, без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности. Также, по словам Гончаренко, не может эффективно работать структура, в которой заместители руководителя федерального органа, исполнительной власти курируют структурное подразделение, где работает лишь 10 человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных. Важно отметить, что на момент объявления о реформе в ноябре почти 20% должностей в министерствах и ведомствах оставались вакантными. И поэтому нынешняя реформа станет не столько сокращением действующих кадров, сколько сокращением вакансий. Впрочем, об этом говорил и сам премьер-министр. По его словам, делать это, оптимизацию примечания автора, будем за счет в основном вакантных позиций. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств. Иначе говоря, деньги после всех этих реформ и сокращений останутся в структуре правительства. Они пойдут на стимулирование и мотивирование оставшихся сотрудников. Иными словами, речь о том, чтобы освободить деньги и перевести их на иные программы или реформы, не идет. Авторы реформы надеются на уменьшение административных издержек и, по всей видимости, на уменьшение уровня бюрократии в работе федеральных подразделений, ведомств и департаментов. В рамках подготовки к реформе были разработаны единые универсальные правила структуры министерств и ведомств. Согласно им, численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 штатных единиц службы и агентств не менее 25 единиц отделов в составе департамента или управления не менее 5 единиц самостоятельного отдела не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение не более 30% общей численности сотрудников. Зачем все это? Помните, как у классика, подкомиссию бы. Без этого бюрократия не может. Вот и сейчас создается специальная подкомиссия по вопросам оптимизации, которая будет вправе в отдельных случаях разрешать отклонение от новых универсальных стандартов. С такими подкомиссиями вместо сокращения в два раза увеличат штат. Извините. Если переводить с бюрократического на русский, то правительство хочет работать быстрее, чутьче и с меньшими бюрократическими нагрузками. А для премьер-министра важна скорость проводимых решений, о чем он говорил уже неоднократно. Однако федеральные чиновники стараются менять что-то крайне осторожно. Сокращения коснутся того, что в структуре исполнительной власти сейчас считается излишним или грубее балластом. Как и было сказано выше, скорее речь идет о том, чтобы сократить вакансии, которые сейчас есть и которые просто не заполнены. Речь идет о соблюдении баланса между начальниками и подчиненными. Действительно странно, когда заместитель руководителя федерального органа власти возглавляет подразделение, где работают всего 5-10 человек. Сколько таких руководителей сегодня и кто они? Ответить на этот вопрос в точности, подведомственно и пофамильно сейчас не представляется возможным. Конкретные планы оптимизации не озвучены. Однако злые языки, точнее источники в аппарате правительства, отмечают, что из министерства и ведомств могут в некотором количестве уйти люди, которые попали туда на передержку. Не потому, что были необходимы на этой работе, а потому, что существует принцип породить родному человечку. Для таких создавались по сути синекуры должности, не предполагавшие серьезной ответственности. Если Михаил Мишустин будет достаточно решителен, на какое-то время он от этой практики удастся избавиться. Однако стоит напомнить, что это далеко не первая попытка сокращения количества чиновников, которая предпринимается в России за последние годы. И есть мнение, не последнее. Прошлые подобные инициативы, даже по мнению их авторов, можно было назвать успешными лишь частично. С другой стороны, Михаил Мишустин уже продемонстрировал, что он может быть достаточно жестким администратором, а потому, может быть, нынешняя реформа поможет добиться поставленных целей по оптимизации работы государственной системы. Александр Чаусов. Мишустин избавляется от блатных. Чиновники уперлись. Мишустин избавляется от блатных. Мишустин избавляется от блатных. Продолжение следует... Продолжение следует...